обязательно попробуйте этот рецепт я думаю он вам тоже понравится всем привет сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления очень вкусного заливного пирога он у нас будет луковый на просторах интернета большое количество я бы сказала огромное количество рецептов я же сегодня поделюсь своей версией рецепт очень простой из доступных продуктов можно сказать пирог за копейки на всю огромную семью и так какие продукты мне для этого понадобятся много сочного репчатого лука растительное масло сливочное масло яйца мука тертый сыр может быть любой сливки или кефир процент жирности тоже может быть любым любым разрыхлитель и соль начнем приготовление с лука не его нужно нарезать нарезать можно в произвольном порядке соломкой крупно мелко на любителя кто как любит я пожалуй нарежу небольшой соломкой вот так вот луковица у меня огромная разрезаю на 4 части и тоненько стараюсь нарезать соломкой лук сразу перекладываем в сковородку можно взять казан или большую толстостенную кастрюлю нам его нужно будет обжаривать и тушить так все лук подготовили получилась у меня большая сковородка практически полная под сковородкой включаем огонь поливаем все растительным маслом и добавляем сливочное масло обжариваем на среднем огне перемешиваем огонь ставим чуть ниже среднего и не забываем время от времени помешивать лук должен очень хорошо ужариться и стать мягким пока лук тушится сделаем тесто в глубокую миску разбиваем яйца яйцам добавляем соль и взбиваем миксером чтобы получилась пышная пена потихоньку вливаем растительное масло и продолжаем взбивать самом конце добавляем сливки или как я уже говорила можно заменить их на пефир процент жирности может быть любой все так будет достаточно сито всыпаем разрыхлитель муку замешиваем жидкое тесто все тесто готово такое оно жидкое получилось и отставляем его пока в сторону лук уже стал прозрачным осталось совсем немного и сейчас можно его посолить солим по вкусу совсем немного как только лук поменяет цвет станет золотистым он готов все лук готов посмотрите какой золотистый румяный получился снимаем с огня готовый лук выкладываем на тарелку чтобы он быстрее остыл ну хотя бы стал тепленьким не таким горячим духовку я уже поставила разогреваться на 190 градусов режим вверх-вниз ну что финишная прямая лук вроде уже немного подостыл формируем пирог половину теста выкладываем на дно формы и разравниваем форму я застелила пергаментной бумагой чтобы легче было вынуть пирог из формы выкладываем небольшой слой сыра можно в принципе перемешать сыр с луком но так как лук у меня еще все-таки горячий и боюсь что он начнет быстро таять и получится каша так теперь выкладываем лук и разравниваем по всей поверхности можно добавить еще зелень но я решила сделать без нее пирог и без зелени получается очень вкусным вот единственное что я забыла это поперчить немножко добавлю черного перца чуть-чуть снова посыпаем сыром и совсем чуть-чуть сыра я оставлю наверх пирога и теперь выкладываем остатки теста на пирог распределяем по всей поверхности сверху посыпаем остатками сыра подготовленную форму убираем в разогретую духовку выпекаться минут на двадцать-тридцать как только пирог подрумянится значит он готов прошло 25 минут тесто очень тонкое поэтому пирог готовится очень быстро осталось подождать пока он немного остынет и можно подавать к столу пирог уже остыл можно вынимать из формы берем острый нож и разрезаем пирог вот такой красивый внутри пирог получился мало теста и немного начинки я продегустирую очень вкусно получилось думаю можно всех звать к столу обязательно попробуйте этот рецепт я думаю он вам тоже понравится вот так легко и просто а самое главное быстро можно приготовить такой замечательный пирог на всю семью я сегодня готовила как вы видите на новой кухне она еще не совсем оборудована но тем не менее уже можно готовить и угощать всех пирогами обязательно попробуйте приготовить по этому рецепту а я на этом с вами прощаюсь всем приятного аппетита до новых встреч пока а я в следующей серии Субтитры подогнал «Симон»